добрый всем вечер значит ситуация выглядит следующим образом у нас вот когда речь идет о передаче устной тары как бы существует многочисленных книгах это передача галактическая где в качестве опорных личностей и опорных годов указывается авторитет именно галактически существует несколько другая линия это линия именно не галактическая а философская если можно так выразиться я уже наверное говорил что принято современном мире различать две линии значит а именно еврейская философия и махшавит израиль это называется еврейская мысль так вот во вторую линию когда вот речь идет о второй передаче то туда включается именно авторитеты мировоззрения спор о именно мировоззрениях спор о подходах и я в общем то скорее говорю о линии именно об изменениях в области мысли они в изменениях в области галактики хотя это отдельная тема которая требуется заниматься вот здесь как бы мне хочется остановиться на одной истории сегодня связанной с рамбомом но она имела она связана с тем что происходило после его смерти даже я бы сказал скорее в следующем веке то есть это скорее история четыре четырнадцатого века тринадцатого да давайте считать тридцатого история тринадцатого века рамбомор в 1205 году то что я пытаюсь сейчас рассказать может быть покажется сложным но именно в пересказе дело в том что что вот пытаюсь подобрать слова тринадцатый век в области мысли был характерен некоторым восстановлением европейской европы как центром знания это становление европы как центра знания да еще пока отстающий от арабского мира арабский мир придет в упадок немножко позже но в европе в это время это период начала эры знаний и при этом вот эта эра для европы я имею в данном случае даже скорее христианскую европу он характерен попыткой усвоить вот античное знание каким-то образом здесь очень сложно говорить дело в том что замечу вот давайте попробуем сформулировать это как-нибудь другому евреи как бы отдельно они от христиан не жили в европе тем не менее всегда были в курсе научной моды и это очень характерно причем иногда они задавали тон иногда они подцепляли окружающих когда читаешь книги соответствующей эпохи для тех кто знает венья общие венья европейские того периода в еврейских книгах их находят и видят это не значит что авторы еврейские читали не еврейские книги некоторые читали кстати но при этом все равно вот это давление хорошо просматривается то что произошло вот дело в том что рамбом вещь которую я не стал особо останавливаться но она оказалась очень важной рамбом прямо в начале муреновухин давайте я начну вот так вот отсюда проще всего ничего в самом начале муреновухин вторая глава и седьмая глава а потом он повторит это во второй книге в тридцатой главе позволяет себе некоторую символическую интерпретацию рассказа о райском саде вот если рассказ первой главы книги бреши рамбом читает буквально как там написано так и надо понимать то весь рассказ о райском саде от начала до изгнания из райского сада рамбом читает как некоторую аллегорию более того по мнению большинства средневековых комментаторов чтение рамбом этой истории вообще он отказывает этой истории райского сада в буквальном смысле то есть то что там описано в реальности не имеет отношения это чистая аллегория так понимали рамбом вот я не собираюсь сейчас уходить что рамбом имел в виду так понимали рамбома куча народу и так его понимали комментаторы основные муронов ухим типа нарбони крескос только это не это ашер крескос это другое это не хиздай крескос афоди ну я не буду сейчас перечислять их всех а барбанель и вот это место где вдруг писанию отказывает в буквальном смысле что там как бы эта история не имеет отношения ни к чему буквальному она произвела большое впечатление на кучу современников более того на самом деле тринадцатый век даже двенадцатый на самом деле это началось Европа начинает узнавать греческую философию дело в том что Европа плохо знала греческую философию и понадобились люди из из византии которые привезут книги греческие книги которые переведут их на латынь то есть у нас получается что где-то вот в этот период двенадцатый тринадцатый век Европа начинает усваивать философию фокус вот в чем то что рамбом позволяет себе в комментировании к главу второй и третьей главы книги Бориши чтение всего рассказа как аллегория оно для евреев Европы их мощно расколол именно европейских я хочу заметить по словам Европы в данном случае как-то не странно я буду иметь в виду не только христианскую Европу но и Испанию некоторые отнеслись к этому идеи с Востока дело в том что среди ученых евреев особенно испанских да и не только было очень популярным чтение философской литературы они ее знали по этому поводу как раз книга Мурановухим легла тогда на благодатную почву вот это попытка рамбома совместить философию с библейскими истинами она куча народу понравилась и одновременно куча народу крайне не понравилась в чем проблема проблема вот какая в христианском мире чтение пятикнижия как полную аллегорию оно принято и в результате христианская традиция она как бы отказывают пятикнижи в буквальных смыслах особенно в части заповедей и понимает их аллегорически как какие-то намеки на христианские ценности безусловно евреям это может очень сильно не понравится может оно и сильно не понравилось и тогда подход сам подход рамбома к этой теме само позволение аллегорического чтения вызвало ну с одной стороны участие народа резко отрицательную реакцию именно в силу того что в тот момент когда вы отрицаете за одним хотя бы из библейских рассказов буквальный смысл вы открываете ворота для подобного чтения всего подряд а у нас тут рядом есть соседи которым это очень нравится с другой стороны другой части сама мысль о том что библейские истины хорошо можно совместить с философией наоборот безумно понравилось я конечно могу сейчас заняться и рассказать что происходит во второй главе главе она сама по себе интересная тема но тем не менее нас вот интересует именно эта история все началось во франции точнее в аквитании в этой части там жил человек которого называют рабе шламо из монпелье в еврейской традиции его называют шламо минхагар просто слово монпелье там гора да есть название слово французское евреи регулярно любят переводить название его называют шламо с горы шламо с горы шламо с горы это рабе шламо из монпелье он резко выступил против тех кто пытается читать библейский текст как философский трактат аллегорическую философию и концепция рамбомовская во всей этой истории выглядит так рамбом же пытается сказать следующее что философия он надо открытым текстом философия была изначально еврейским таким делом а пророки свои философские взгляды для того чтобы сделать их доступным народу излагали в поэтических по этому поводу те кто читал буреновухим заметили что первая часть регулярно посвящена именно смыслу слов причем кроме смысла слов он именно смысл слов у пророков говорит о том какие слова можно понимать в смысле переносном смысле коли так мы открываем ворота для того чтобы искать философские в книгах пророков философские истины и а тогда отсюда к каллигорическим толкованиям ну да обычно привожу пример что скажем спор сары и авраама по 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 поводу выгони это спор плоти с духом да сара это плоть абраам это дух ну конечно очень мило и почему бы и нет с другой стороны только к пониманию писания я не уверен что это хоть что-то дополняет и тут надо же еще понимать что обычно тот кто так читает он наоборот пытается не столько понять писание сколько подогнать писание под свои представления и собственно говоря именно именно против этого выступил сломо из монтелье и да я еще хочу сделать одну оговорку и вот история которая собираюсь рассказать она обычно ее популярных книгах излагает по грец благо грец в этой части приведен на русский язык это историк девятнадцатого века еврейский который эту историю рассказал по книге Минхат Кнаут дар ревности который написан апологетом маймонида маймониды аллегористики апологетом вот этого подхода с тех пор несколько изменился взгляды просто потому что открыто достаточное количество других рукописей опубликованы и мы можем сравнить то что было в заведомой агитке Минхат Кнаут на которой грец воспринимает дар ревности которая воспринимает именно как абсолютную истину оно на самом деле агиткой чистой воды с другой стороны дело в том что мы в данном случае проводить приходится действительно тяжелую очень работу надо сравнивать агитки с одной стороны с агитками с другой стороны потому что там равнодушные люди не пишут по этому поводу ничего об этом деле пишут люди неравнодушные каждый отстаивает свою позицию а противников поливает грязью и разобраться в этом это то еще мероприятие так вот разослал послание всем общинам Франции в результате в результате появился хэром слово хэром здесь надо аккуратно относиться хэром это не отлучение а это так называются евреи постановление еврейских общин который сопровождается следующим что тот кто что все обязаны его исполнять под страхом хэром отлучения например хэром регулярно хэром так например налоговые правила описываются через слово хэром хэром Барселона это не отлучение барселонское это барселонское постановление которое описывает как следует учить детей и всякий кто не учит детей будет подвержен хэром то есть надо аккуратно этот термин понимать был выпущен вот этот хэром и там есть потрясающий пассаж по поводу людей которые оставили слово Всевышнего и Медраша с горы Синай погрузившиеся в изучение темных книг изучающие Морэна Вухим путеводители заблудших и свои действия обравдывающие словами Маше а книгу знания читают еретики отрицающие слова мудрецов книга знания в данном случае это естественно первый том Мишне Тура Яд Хазака где на самом деле первый том посвящен вообще самое начало просто посвящено скорее фулософии и Аб Юхот Чува одна из таких важнейших вещей в книге знания последняя часть этой книги закон о раскаянии там есть весьма любопытная концепция Мемонида по поводу мира грядущего которому есть не менее любопытное примечание Райвада Раби Авраама Бен Давида из Паскьер который приходит в ужас от того что он вычитывает в Рамбаме дело в том что вроде бы так при невнимательном по крайней мере чтении у Рамбам нет ада более того там непонятно в каком статусе находится воскрешение мертвых в этой части по этому поводу то что по крайней мере Юхот Чува и первая часть самая первая часть Мада книги знания является на гранью фола это как бы признают много народу и по этому поводу вот те кто их читают они читают темные книги оправдывают свои словами Моше Моше это Моше бен Маймона и вычитывают читают и основают и основываются на Мурнагухим и Сефермада при этом вот это важная деталь которую надо внести поправку в Грец ни Шламо из Монплия ни его ученик Робейну Яна Герунди Герунди это из Жерона не Робейну Яна Герунди это его ученик и суперклассик современного его книги до сих пор читают они они не выступали против Мурнагухим и не выступали против книги Мада а выступали против тех кто ими размахивает то есть вот это очень аккуратное понимание должно быть против чего они выступили против они как бы не посмели сказать дурного слова против Рамбома а сказали против его апологетов как известно любое доброе начинание если его довести до конца до некоторых пределов оно может превратиться в нечто то что автор совершенно не имел ввиду но и и они выступали именно против последователей Рамбома вот меймонистов как их принято называть а они против самого Рамбома Минхат Кнаут вот это такая классическая книга по этому поводу дар ревности объявили что книга направлена книга призывает уничтожить книги Рамбома чего там не было потому что текст Херма до нас дошел там этой части нет более того раби Шламой из Монтелье многократно повторял что он не издавал никогда постановления в которых осуждал Рамбом его книги никакие а он вся его деятельность направлена против апологетов против меймонистов в ответ вот теперь уровень вот что этот уровень вышел скандал в город Лунель наложила херем то бишь отлучение на Шламой из Монтелье и разослали послание всем общинам Испании из Франции с требованием их поддержать после этого к ним присоединилась община Сарагосы это уже Испания она отлучила Шламой из Монтелье и Робейню Йона Герунди и обратилась ко всем общинам Арагона с требованием отличить этих нехороших людей несколько общин Арагона их поддержали и обратились к общине Кастилии с требованием тоже отлучить этих нехороших людей обратите внимание отлучение получают те кто начали этот скандал то есть те кто выступают против вот этого философского аллегорического подхода вы долго будете смеяться в Кастилию то они обратились и для их поддержки была выдвинута тяжелая артиллерия тяжелая артиллерия в лице Раби Давида Кимхи Радак опять вот когда я произношу Радак для меня сразу в голове вспыхивает книга Дхилим потому что комментарии Раби Давида Кимхи в книге Дхилим до сих пор считаются образцовыми и они из важнейших то есть краткий такой комментарий может быть и Мецедот но вообще-то главный комментарий классический комментарий на книгу это конечно же Раби Давида Кимхи Радак так вот Раби Давида Кимхи чтобы было понятно с чем мы имеем дело Раби Давида Кимхи выступил на стороне маймонистов и он побежал вообще до Кастилии ну побежал он уже был кстати кстати довольно старый к этому моменту с тем чтобы уговорить их тоже отлучить этих нехороших людей Шламой из Монтелье и маймонистов кстати между прочим у Греца почему-то получается что несчастные обиженные философы вот эти просвещенная публика их все преследовали я хочу заметить что скорее преследовали они потому что сила была на их стороне как это ни странно это чтобы было понятно о каких уровнях идет речь это вот сегодня большая редкость увидеть аллегорический комментарий а по тем временам внимание что это было ну вот как дышать для этой публики он значит побежал в Кастилию начал с города Толедо куда его вообще не пустили вот это по поводу остроты вот одного из крупнейших родителей современности просто в город Толедо не пускают еврейская община говорит что она его не не примет и и чтоб было совсем хорошо Кастилия просто собралась община Кастилия Толедо и других крупных городов собрались и сказали что они вообще никого постановления по этому вопросу издавать не будут это вот ну такая вот просто полная песня они сказали что они не хотят лезть в это дело им кажется что это дело дурно пахнет и в результате причем там скажем Барселона просто сказала что чума на оба ваших дома вот реакция общины Барселоны вот ее ровно можно перевести с того языка одно из посланий сохранилось что-то вроде чума на оба ваших дома Барселона причем и Толедо ответила что вот не хотим в это лезть просто вот отстанется значит ну Толедо и Барселона все знают скажем Бургос это было когда-то огромней общиной и очень серьезной она тоже то есть Испания вот если Арагон поддержал то Кастилия например Каталония Кастилия просто вот сказали чтоб от них отстали они вообще сказали что мы вне этой истории и все стали бомбардировать рабе Маше бен Нахман то есть Нахманит я его регулярно почему-то по загадочным причинам называю младшим современником Рамбома наверное потому что с Рамбом он спорит наравно он не является его младшим современником потому что Рамбом умер когда Нахманиту было одиннадцать лет то есть ну еще не современник он еще не не учен дело в том что рабе Маше бен Нахман к тому моменту к моменту этой истории ему уже около сорока лет по тогдашним временам это очень зрелый возраст и он глава не подумайте он проживет семьдесят шесть что ли лет семьдесят пять лет то есть он долгожитель но к тому моменту он весьма уважаемый глава парижской Ешивы и все стороны стали бомбардировать письмами его чтобы он тоже вмешался в эту историю причем естественно он посылали письма ему самых разных толков и судя по тому что главное письмо его начинается вот Нахманида начинается с оборота Несея Арагон то есть князьям Арагонским Наварро и Кастилии так как Кастилия никого не поддерживала Навара Арагон поддержал Шламу Монтелье а Навара по-моему поддержала выступил против Монтелье а Навара наоборот его поддержала то в результате он получил письма от всех с просьбой смешаться на их стороне и да как относится рабе Муше Барнахман к Маймониду сказать трудно но по крайней мере он всегда выражает свое почтение впереди хотя есть потрясающий красоты пассаж вот просто зачитать зачитать и плакать значит там где он комментирует Йом-Кипур козла отпущения и говорит кто такой Азазель у него там дальше следует совершенно я говорю читать и рыдать а больше я ничего говорит объяснять не буду потому как следовало заткнуть рот мудрствующим над природой которые следуют за греком которые отрицают все что сам не ощущает и обнаглел сам и его злодеи ученики которые считают что все что Аристотель не постиг своим разумом не истина могу сказать связано это вот с чем маймонисты естественно отрицали существование чертей вплоть до Рамбов Рамбов тоже это отрицал но он вообще такие вещи не любит и как известно есть старый анекдот по поводу того что Рэбби есть на свете черти ну конечно есть там будет а маймонит пишет что нет ну нет они были но когда маймонит постановил что их нет их не стало вот классический анекдот на эту тему но маймонит действительно пишет о том что их не существует кстати время от времени мы у него у самого есть интересное противоречие на эту тему но он в общем уверенно говорит что не существует а тогда когда вы говорите что Азазель это некий темная часть мира то с этого момента мы пошли в противоречие с маймонитом и соответственно как пишет здесь Рамбам Рамбан извините Рамбан Раби Мушебен Нахман всякий кто они обнаглели настолько что то что Аристотель не знает того и не существует это это в общем адресовано да понятно кому более того кстати куда более поздний автор Раби Лиягу из Вильна на эту тему писал что Рамбан утверждает что чертей не существует за что его часто били по макушке Рамбова буквально эту цитату причем привожу именно часто били по макушке так и не описано хотя это уже восемнадцатый век да так вот но при этом я обращаю внимание на то что Раби Мушебен Нахман Нахманит пишет это не про Рамбом а он пишет про вот этих вот учеников и значит и кончен с тем что он решает ответить всем и предлагает собраться все таки всем сторонам и выслушать взаимные претензии и и и значит он посылает письма где он защищает Рамбова краткое содержание что Рабам не может быть не прав не может быть не прав как он всегда он все что он говорит соответствует Талмуду ну по крайней мере одному из чтений Талмуда у него идет разложение именно разбор в этом послании довольно важном послании Майманида поэтому Нахманида по этому поводу у него есть рассуждение о Алам Хаба мире грядущем о Творце и поэтому Майманид кругом прав и никто не не может быть чтобы кто-то с ним спорил после чего после чего казалось бы на чью сторону после чего следует просто цитата из Рабхая Гаона краткое содержание что тот кто решает познавать Тору орудиями философию искажает истину не слушай тех кто предлагает тебе изучать Дору дорогой философы заниматься следует Мишной Талмуда и мудростью вместе обратите внимание Мишной Талмуда и мудростью вместе а не только мудростью то есть значит я прошу обратить внимание на четкость позиции тот кто бросается в крайности тот не прав не может не может быть без философии нужен но без Мишны без Талмуда без изучения Тора как положено так не бывает и собственно говоря Люнель тот самый который начал скандал с отлучения Моше из Монтелье отменил отлучение просто то есть выяснилось что авторитета Рамбана хватило на то чтобы погасить огонь вот понимаете эта история она как бы продолжалась где-то года три вот вот смотрите вот что такое она она короткая но по тогдашним временам вы еще учтите но вот представьте себе что рабе Моше бен Нахман в 1234 по моему году да посылает послание по всем общинам Европы пока его довезут это месяц туда прочтут разберутся примет решение ответят это еще месяц то есть это все очень долго и то что история продолжается всего три года то история кажется очень короткой почему я так долго здесь нахожусь дело в том что эта история она как бы оказалась вот камнем брошенным в воду и волны от этой истории они мощно ударили в 19 веке где это история усилиями Греция безумно популярен многотомная история еврейского народа Греция была популярна просто безумно где вся эта история представлена как борьба ортодоксов с прогрессивным человечеством прогрессивное человечество это естественно меймонисты то что рамбановская позиция победившая которая и вашим и нашим которая сказала можно средний путь какой-то и вообще читайте внимательно рамбову он очень аккуратно придерживается среднего пути тот кто читал Шмуна Праким 8 глав предисловия к Пракиавоту Маймонида может заметить что и не только так кстати в книге Мада тоже у него очень ясно изложена теория золотого пути он же средний путь не впадать в крайности не впадать в крайности нет бывают случаи когда крайности хороши но это как правило для того чтобы исправить крен в другую сторону то есть для человека который характер крепко кренится в одну сторону ему приходится довольно резко принимать меры в другую сторону он считает что это часть среднего пути такого рода золотого пути и тот кто читал внимательно Рамбову может заметить что он то как раз средний путь придерживается во всех этих пассажах своих и считать да и на самом деле борьба шла с крайностями но но она дело в том что она имела два последствия первое я упомянул она ударилась в 19 веке отозвалась довольно мощным эхо а именно нехорошие ортодоксы мешают прогрессивным силам тогда это было очень модно и по этому поводу там вот читая книги там просвещенные публики 19 века получаешь искреннее удовольствие когда читаешь как нехорошая темная хасидская масса давят истинных еврейских интеллектуалов сколько я такого читал это просто удовольствие некоторое но это надо понимать что такое 19 век истинные еврейские интеллектуалы типа совершенно чудесные книжки где если евреи откажутся от своих суеверий то их радостно примет свои объятия просвещенный германский народ еврейская книга еврейская книга какой-то антисемит писал наоборот очень просвещенный еврей но это деньги 19 века а вот 13 веке вся эта история легла на другую историю я вот почему я начал предисловие с того что происходит в христианском мире а в христианском мире происходило нечто подобное а ежели кто-то забыл то монтелье это та самая альбегой юг лангедок тот самый край против которого папа римский объявил полноценный крестовый поход за ересь который тому гнездилось катарская ересь это она и как раз вот в этот самый период времени ну что было понятно начало первая половина первая треть 13 века было издана три три папских запрета читать аристотель три чтоб мало не показалось с интервалом в пять и двадцать лет по моему но обычно такое повторение запретов свидетельствует о том что публика на эти запреты просто внимания не обращала знаете это как всегда очень люблю смотреть количество посланий папы римского о том что христианам не запрещено лечиться у евреев их какое-то зашкаливающее количество таких постановлений их там было много с десяток по моему что доказывает что как-то публика не обращала внимание на эти послания папа римский и наверное если сам папа римский не обращался за помощью врачам евреи его послания были бы убедительны но увы князья церкви этому регулярно этот номер проделали и собственно говоря подавали тем самым пример дурной пасты так это тоже самое три друг за другом постановления которые запрещают читать аристотеля они просто не могут не рады значит кончилось с тем что значит в ангидоке как известно была введена инквизиция 32 год введение инквизиции в ангидоке и как раз вот как раз 32 35 год вот эта вот история вот почему я всегда говорил что когда вы изучаете еврейскую историю ну можно хоть немножечко следить что происходит вокруг потому что читая еврейские учебники время от времени возникает тяжелая мысль что вокруг еврейских общин не существует никого кроме тех кто их время от времени приходит обижать еврея ну все таки ну можно хоть немного помещать в контекст исторический а тут как раз вот 32 год 1232 год начало вот этого грандиозного скандала и послание рабе шломо мингагар и как раз вот тот 32 год введение инквизиции в ангидоке на какую тему мы как раз боремся с аристотелем какая прелесть и тут вот явно кто-то борется с аристотелем союзников нашли значит поэтому поп до коли мать их римская церковь объявила что она борется с аристотелем то она же не сказала что она борется с аристотелем у христиан и инквизиция радостно стала бороться с аристотелем и в еврейских кругах тоже и в монпелье в том самом монпелье они сожгли торжественно костре путеводителя и как раз муранухи кстати еще через несколько лет инквизиция так понравилось сделать монпелье что она повторила мероприятия в париже и тоже сожгла труды рамбом именно как еретические книги маймонида правда несколько по моему как бы это сказать поступила подорвала убедительность действия назад ну тому там сожгла который тоже еретическая книга был признан ну по моему это несколько подрывает мысль о том что они боролись с еретиками с аристотелем среди евреев значит да что конечно повлияло очень сильно на противников маймонистов потому что вот вот вы сами понимаете мысль о том что мы как бы так или иначе способствуем сожжению талмуда никому не понравится конечно маймонисты гады но не настолько что что по этому поводу талмуджигать значит и хэром Барселона знаменитый хэром Барселона я его сегодня упоминал и не случайно все таки через некоторое время находит компромисс хэром Барселона хэром Барселона среди всего прочего запрещает изучать светские науки еврейским неокрепшим юношеским головам до достижения ими солидного возраста 25 лет исключение делается только для медицины поверьте мне в тот период когда о котором мы говорим 13 век если вы оставляете ворота для изучения медицины то в эти ворота в те времена можно протащить слона потому что медицина тогдашняя это очень много философии это это вот читая канон и бен сины думаешь что медицина это медицина а вот когда читаешь других авторов время от времени просто диву даешься что попадает в понятие медицины и короче говоря все медики были подкованными философами весьма подкованными кстати в 13 это сегодня они о философии ничего даже не догадываются о том что она существует а тогда и в эти ворота что ежели можно учить медицину до 25 лет я говорю в те времена можно слона протащить и объявить что это бутерброд да впрочем я могу сказать чуть чуть позже было постановление которое по моему только его приводят в некоторых книгах о том что маймонида можно учить только достигнув солидного возраста в 40 лет надо сказать что я читал в разных книгах про это постановление как бы никто толком не может на него сослаться на оригинал но дело в том что это постановление о сорока годах дублирует постановление другое которое запрещает позже немножечко запретит изучать науку кабалу для лиц не достигших сорока лет значит и да и где то вот ну скажем в 1305 году это датировка хэром Барселона я бы сказал что этот скандал в еврейском мире кончился и был хорошо забыт до 19 века то есть как бы было было мало ли в нашей истории знаете ли истории почище бывали но еще раз так как его регулярно приводят и его часто упомянули упомянули упоминают упоминают вот его часто упоминают эту историю то я считаю что ее полезно рассказать и в общем все кончилось замечательно муроновухим учат не в ешивах кстати но нет но давайте честно я в одной из ешив где я учился его учили на уроках кстати чтобы было понятно сам рабом запрещает давать уроки по муроновухим вообще-то просто запрещает прямым текстом он запрещает публичный урок по муроновухим он считает что эта книга для частного изучения тому кому она нужна пусть изучает ее но публичное изучение этой книги и уроки по этой книге он просто запрещает по этому поводу ее читают и я хочу заметить одну довольно важную вещь что наверное эта книга в наибольшей степени не повлияла на развитие каббалы как это ни странно хотя еще раз повторяю рамбом он конечно мистик но его мистицизм абсолютно не каббалистический он совершенно другого сорта он ну я сейчас не буду входить в мистицизм рамбома у него он есть но там скажем существует совершенно замечательный псевдо эпиграф измите псевдо рамбом поддельная книга рамбома где он излагает основы каббалы это просто ну вот традиция некоторая приписывать разные книги авторитетом но рамбом такое написать просто не мог потому что про такого сорта книги он писал в письмах злобно вот ну вот такая вот история я хочу сказать следующее что на самом деле где-то значит аллегорические комментарии к библейскому тексту и вообще к их пророкам их очень мало они как бы затухло затухло на самом деле я даже знаю почему евреи освоили этот инструмент вот символ вот символьное чтение комментарии символов они бывают и встречаются довольно часто но умение аккуратно ими пользоваться вот это именно владение инструментом оно оно где-то к 14 веку было в полном порядке и этому способствовал тот самый рабин Машабин Нахман который им пользовался который его знал и владел и ему активно на самом деле вот это и есть то самое влияние умение показать как надо пользоваться этим инструментом я подозреваю что скандал закрылся именно когда все обладели и поняли что вот эта крайность чтобы извлечь какую-то аристотелевую истину из библейского текста и снасиловать текст прочесть его как полную аллегорию совершенно не обязательно что это не нужно просто мы свободно обходимся без этого и это довольно важно ну плюс ко всему на это наложилось некоторые наконец все таки те евреи которые занимались философией где-то с 14 века и дальше они лучше понимали философию стали лучше понимать и в результате куча вопросов которые казались противоречиями они снялись как бы очень легко потому что если хорошо понимать некоторые философские позиции выясняется что там даже противоречий нет потому что мы находимся в разных как бы мирах и разных плоскостях абсолютно вот то есть именно овладение вот с одной стороны инструментом символьного чтения кому интересно я отправлю например к комментариям о барбанеле он очень любит и регулярно это делает причем он комментирует вот это пшат то есть вот это прямой смысл а вот это символика которая за этим лежит для него это вот как дышать этот номер проделать и у него красивая символика он он мастерски это делает там можно не соглашаться с его пшатами или соглашаться или не соглашаться это уже ну смотрение читателя но то что когда он переходит к символике у него это очень хорошо получается видно как человек владеет вот этим инструментом чтением по символам и демонстрация что символ чего это да и собственно на этом я бы сказал что этот скандал в каком-то смысле пошел на пользу люди стали аккуратнее с такими вещами обращаться ну вот где то вот так на сегодня если есть опять таки вопросы как обычно я готов отреагировать окей ну ежели вопросов нет тогда всем всего доброго спасибо мэр бут шаббас агит шаббас спасибо спасибо присоединяюсь спасибо очень интересно пока всем